Бельгия, Брюссель. Деловая столица Европейского Союза. Именно здесь, в Брюсселе, располагается штаб-квартира ЕС, представительный и законодательный орган Европейского Союза, Европарламент. Именно здесь принимаются наиболее важные решения, имеющие значение в странах Европы и не только. И именно здесь, в Брюсселе, прозвучал самый громкий скандал за всю историю существования ЕС, который все еще набирает обороты. В центре скандала оказалась вице-председатель Европейского парламента Ева Кайли. Ева Кайли, 44 года, в Греции, была ведущей теленовостей. Затем построила карьеру депутата местного парламента. В 2014 году стала евродепутатом, а в январе 22-го одним из 14 заместителей главы Европарламента Роберто Метцолы. В главном европейском законодательном органе курировала отношения с Ближним Востоком, придерживалась жесткого прокатерского курса. Несмотря на возмущение в обществе по поводу ужасающих условий для мигрантов, возводивших стадионы к Чемпионату мира по футболу, официально заявила, что Катар первопроходит в области прав рабочих. Является членом группы дружбы с Арменией в Европарламенте. Подписала два групповых заявления евродепутатов, где обвинила Азербайджан в совершении агрессии против Армении и в проводимых, по ее мнению, Азербайджаном этнических чистках в Карабахе. Теперь обвинения звучат в адрес Кайли, а она сама под следствием. В тюрьме. Бельгийская федеральная прокуратура подозревает, что политик и несколько ее соратников за взятки лоббировали интересы стран Персидского залива. Момчил Инжов. Болгарский корреспондент в Европарламенте. В течение шести лет он наблюдает за работой евродепутатов. Было хорошо известно, что в Катаре есть проблемы с правами человека. Еще тогда, когда это государство получило, когда выиграло состязание на организацию мирового чемпионата по футболу. Катар не является силой в футболе. Если вы помните, во время самого чемпионата команда Катара проиграла все три матча, осталась последней в группе и покинула чемпионат. Цель была не для того, чтобы Катар играл хорошо, а цель была, так сказать, чтобы Катар узаконил себя, легитимировал себя на мировой сцене, на мировой арене. За создание положительного имиджа в Европе, как подозревает бельгийская прокуратура, восточное государство и платило депутатам. Речь идет не только о Катаре, но и о Марокко. У нас в Болгарии есть, говорят люди, то, что нельзя купить на деньги, можно купить на большие деньги. Вот это и сделали. Всплывают и другие факты. К примеру, коллеги Кали, парламентарии, припоминают ее знакомство с армянским алмазным миллиардером Каспаром Карампетяном. Каспар Карампетян, алмазный король, серый кардинал армянской пропаганды. По данным европейских СМИ, миллиардер с гражданством Греции и армянским паспортом. Владелец ювелирных магазинов в Бельгии. Лоббирует армянские интересы в Европе. Объявлен Генпрокуратурой Азербайджана в розыск по линии Интерпола. По странному стечению обстоятельств, именно армянский алмазный король оказывал Еве Кали протекцию на выборах в Европарламент. А еще он возглавляет Общеевропейскую Армянскую Федерацию за справедливость и демократию, которая поддержала евродепутатов, вместе с Евой Кали, подписавших заявления против Азербайджана. И если подробности коррупционной схемы с участием Катара уже вырвались наружу, то шило в мешке теперь не утаить. В куларах Европейского парламента все чаще упоминают об армянских связях Кайли. А теперь обо всем по порядку. Пятница, 9 декабря 2022 года. С утра в Брюсселе полиция проводит обыски. Под прицелом детективов 16 квартир и офисов политиков Евросоюза. Шесть человек задержаны, их компьютеры и мобильные телефоны изъяты. К концу дня двоих отпускают, а четверо оказываются за решеткой. Среди них одна из 14 заместителей председателя Европарламента Роберто Мацолы Ева Кайли и ее бойфренд Франческо Джорджи, помощник евродепутата. В их квартире находят сумки, набитые деньгами и драгоценностями. Больше полумиллиона евро наличными. Вместе с Кайли и Джорджи арестовывают экс-депутата Европарламента, социал-демократа из Италии Пьера Антонио Панциери. Он возглавляет неправительственную организацию «Борьба с безнаказанностью». В его квартире полиция обнаруживает 600 тысяч евро. Четвертый арестованный генсек правозащитной организации «Нет мира без правосудия» Николо Вига Таламанко. «Это беспрецедентный случай. Мы всегда думали, такое невозможно в Бельгии. Все структуры власти в нашей стране настолько прозрачны, что подкупить кого-то было просто невозможно. Мы всегда показывали пример другим странам. Теперь же видим, что действительность не идеальна». Как позднее сообщит бельгийская прокуратура, этим громким арестом предшествовало полгода кропотливой подготовки. Следователи понимали, единственный шанс отправить евродепутата за решетку – поймать с поличным. Только в этом случае по закону парламентариям можно лишить неприкосновенности. Поводом войти и обыскать квартиру Евы Кайли, а потом и других фигурантов, стало задержание ее отца. Тот спешно покидал номер гостиницы с чемоданом, набитым деньгами. Там было еще 600 тысяч. В общей сложности в этот день полиция конфисковала больше полутора миллиона евро. Подробности не раскрывают, но в выходные обыски продолжаются. Некоторые из них, как предписывают закон, происходят в присутствии главы Европарламента Роберты Мацолы. Ее специально вызывают для этого смальты. Европарламент сотрудничает со следствием, но от комментариев в первые дни воздерживается. Вместе с тем, греческая партия Пасок, от которой Кайли избиралась в парламент, а также парламентские социал-демократы, в срочном порядке исключают ее из своих рядов. Группа социалистов и демократов в Европейском парламенте приняла решение немедленно приостановить членство депутата Европарламента Евы Кайли в социал-демократической группе. Теперь официальную страницу социал-демократов в Твиттере разрывает от комментариев. С чего вы ожидали? Она является членом двух самых коррумпированных политических партий Греции. Но Европа смотрит в другую сторону, пока греческий народ уже несколько месяцев требует справедливости после многочисленных политических скандалов. Ева Кайли является еще и армянским лоббистом в Европе. За взятки, конечно. Мы так и не поняли, как она поднялась по служебной лестнице и по каким критериям ее политический капитал в Греции был отрицательным. Отношения с олигархами и партийные предательства. На свои вопросы общественность требует ответы не только от бывших однопартийцев Евы Кайли, но и от следствия. Социал-демократы же в ожидании дальнейших разъяснений. Они просят приостановить все голосования в Европейском парламенте в отношении стран Персидского залива. Пока Еву Кайли однопартийцы исключают из списков, а Роберто Мацоло в срочном порядке лишает ее полномочий вице-премьера. А 625 депутатов Европейского парламента голосуют, чтобы снять коррупционного политика с должности. В связи с продолжающимися расследованиями Европарламент принял решение, что Ева Кайли больше не является одним из его вице-председателей. Это решение вступает в силу немедленно. Мы будем продолжать в полной мере сотрудничать с соответствующими правоохранительными и судебными органами. Против только один парламентарий. Еще двое воздержались. И снова шквал комментариев. Под официальным заявлением о лишении Кайли должности вице-председателя обвинения в коррумпированности самого парламента. Посмотрите вокруг Европарламента. Все эти красивые здания заняты лоббистами. Конец лоббизму, конец коррупции. Хватит этих заявлений о справедливости. Мы хотим знать, какое государство они защищали. Кто участвовал во взятках? Сначала европейские СМИ в один голос заговорили только о Катаре. Лоббистские заявления Кайли в адрес этой страны громко звучали с трибуны Европарламента. Затем зарубежные медиа упомянули о связях Кайли с Марокко. А вот ее лоббистский пост в пользу Армении. ЕС должен немедленно призвать к независимому расследованию в Нагорном Карабахе. Вы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Армянский народ достаточно натерпелся. Мы не можем молчать. Кайли не ограничилась обычным постом в Твиттере и продолжила лоббировать армянскую тему. Она и другие депутаты подписывают заявление, в котором обвиняют Азербайджан в агрессии против Армении. И все это на фоне замалчивания факта оккупации Армении 20% территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет. Дальше больше. Алмазный миллиардер Карампетян, который по информации греческих СМИ поддержал Еву Кайли на парламентских выборах, приглашает ее на мероприятие в поддержку Армении и выставляет фото на своей официальной странице в Facebook. Это фото опубликовано в мае 2022 года. На нем Кайли и ее коллеги по демократической группе в Европарламенте позируют с депутатом парламента Армении от радикальной партии Дашнак Цутюн Артуром Хачатряном. Перед встречей с европарламентариями он посетил Каспара Карампетяна, который и организовал его визит в Брюссель. Карампетян в течение последнего десятилетия устраивал поездки, лично сопровождал и других европейских парламентариев в Армению и армянский сепаратистский анклав в Карабахе. Особое внимание он уделял налаживанию связей европейских делегаций с представителями партии Дашнак Цутюн. Через 10 дней после визита Хачатряна депутат от Эстонии Марина Кальюрант призывает ОБСЕ, Европейский суд по правам человека и Совет Европы остановить обстрелы в Нагорном Карабахе. Причем заочно обвиняя в них Азербайджан. На свет выходят разрозненные факты, которые нетрудно сложить в одну цепочку. И ведет она к армянскому миллиардеру. Теперь не только Кайли, но и вся социал-демократическая группа под пристальным вниманием общественности. Единственное правильное решение – тщательно расследовать это дело. Пересмотреть такие заявления делала не только Ева Кайли, но и другие депутаты Европарламента. От их решений зависят судьбы людей в разных странах. Ева все отрицает. А вот ее бойфренд Франческо Джорджи уже признался в суде, что управлял марокканскими и катарскими деньгами, которыми расплачивались за лоббирование их интересов в парламенте. Репутация всего Европарламента теперь под сомнением, а его лидеры вынуждены оправдываться. Роберто Моцоло признает, что вокруг парламента действует слишком много неформальных организаций. И часть из них может с помощью коррупции лоббировать свои интересы. «Существует слишком много организаций, средства которых недостаточно прозрачны. Я не могу сказать, что эта криминальная коррупция не случится снова, но я сделаю все, чтобы в будущем парламент не продавался». Неформальные организации, о которых говорит Роберто Моцоло под предлогом отстаивания демократических ценностей, на самом деле лоббируют интересы различных групп. Будь то интересы Катара или Армении. И одна из таких организаций – Общеевропейская Армянская Федерация за справедливость и демократию под руководством Каспара Карампетяна. И пока бельгийские детективы расследуют скандальные подробности в коррумпированной истории, европейские политики ждут результатов. Ева Кайли и ее бойфренд Франческо Джорджи все еще в тюрьме. Под стражей остается и Антонио Панцери. Сейчас его считают главным подозреваемым по делу о коррупции. Теперь под подозрением каждый. Мари Арена, глава подкомитета Европарламента по правам человека, спешно подала в отставку. Через несколько часов после того, как в европейских СМИ распространили информацию о ее люксовых авиаперелетах и дорогих отелях. А оплатил их Катар. Тем временем парламентские перестановки продолжаются. Решение об их депутатской неприкосновенности парламент примет в начале февраля. Тогда обоих смогут вызвать в суд и допросить. Теперь Европа ждет новых признаний и имен, связанных с Марокко, Катаром и с другими странами. Теперь любое заявление социал-демократов под прицелом внимания. Только за последнюю неделю в Европарламенте дважды голосовали в поддержку Армении. Депутаты приняли решение отправить на границу с Азербайджаном миротворческую миссию. Но штаб-квартиру миротворцев расположат на территории Армении. Вы не забывайте, что есть армяне, есть большая армянская диаспора в Европе. Прежде всего во Франции, да? Во Франции это очень влияет. Даже у них был министр-председатель там был армянского происхождения Эдуард Баладюр когда-то. Катаргейт пока не закрыт. Расследование продолжается. Бельгийской прокуратуре предстоит раскрыть еще не одну лоббистскую схему в Европарламенте. Так почему бы не начать с проверки неформальных организаций, которые, как подтвердила Роберто Мацоло, способны повлиять на депутатов? Одна из них – группа дружбы с Арменией. Ее лобби – армянский алмазный король Каспар Карампетян.